Наконец-то, дорогие друзья, мы возвращаемся к матчам ESL Pro League. Сразу же у нас пауза залетает. Команда G2 Esports против Maus Sports играет на карте Cobblestone. Следующая карта будет Denuk. Ну и здесь вот довольно интересный матчап. Нам предстоит прежде всего тяжеловесы здесь. Тяжеловесы, которые не испытывают, скажем так, не хватают звезд с неба в последнее время. Это G2. Но на StarLadder они все-таки показали в группе, что есть у них довольно серьезный потенциал. Ну и команда Maus Sports, которая в принципе в интернете играет довольно неплохо. Александр. Я рад, Алексей, то что мы сегодня наконец-то посмотрим на новичка команды Maus Sports. На Робина Коула. Именно так его зовут. Молодого эстонца, 17-летнего, который вот уже вчера показал себя в официальном матче и довольно неплохо. И сейчас, конечно же, очень интересная встреча команды Maus Sports против G2. На карте Cobblestone начинается. Наконец-то вот как раз вот эта пистолетка стартует. И мы будем смотреть за стрельбой этих замечательных команд. Неужели Maus Sports решили выкинуть точку B? Просто решили, судя по всему, запушить. И там Шокс остановил этот ранний пуш. Mausa готовит раскидку. Начинается. Вот она, вот она. С секунды на секунды начнется выход на платформу от Maus. Ну, как-то вот они заняли агрессивные позиции, но дальше пока не двигаются. Тут Шокс готов уже принимать своих соперников. Ждет выпада. Полетел смог. Под него, наверное, полетит слэшка от Денниса. Имеется она в наличии. Шокс решил просто отойти. В принципе, это неплохое решение в данной ситуации. На дистанции будет, опять же, хорошо принимать данными пистолетами своих соперников. Робс тоже будет вот на острие атаки своей команды. Там интересная подсадка. Дабл подсадка Лоула и Робса. Но пока что никого они не находят. Слэшка полетела. Тут же выпад. Тронбуст. Ой-ой-ой, это очень интересно. НБК забирает Робса Лоула. Тут же отвечает. Работа от Бадди. Доллинг неплохо. И есть еще один минус на оскаре. И Джей отвечает. Деннис вместе с ним будет дальше продвигаться против Бадди. НБК и Апекса. Вот интересная позиция, на самом деле, у Крис Джея. Но вот есть ли минус? Да, получается все-таки ликвидировать Бадди. Но просматривается также спина. Деннис попытается выйти через двери. Пока что у него это не получается. И Апекс сейчас стреляет Крис Джея. Только один Деннис Хауэлл в ситуации против своих оппонентов. Без бомбы попытается выйти. 30 секунд ему на это действие. Все-таки теряет очень много хаус-поинтов. 21%. Все-таки НБК пытается его задергать. Это у него получается только неплохо. Деннис переключился уже на нож. И погиб от Натана Шмидта. Все-таки это 1-0 в пользу команды G2. Хотя задумка мне очень понравилась. С этим бустом. Вот за смоком. Ран буст идет. Два игрока просто вылетают на своих соперников. И тут уже как среагирует защита или нет? Ну тут кстати один ты заметил, да? Что один из игроков залетел все-таки на куб. То есть задумка оправдала себя. При том, что они вроде как делали даже вдвоем этот. То есть для двух. То есть расчет возможно даже был, что два игрока туда залетают. Ну интересно, интересно. Здесь исполняли Моуза, но им это не помогло. Хотя человек с куба сделал все-таки минус. Там возможно даже не ожидал такого быстрого выпада игрок защиты. Сейчас могут быть небольшие проблемы у G2 при обороне. А плента Робс уже стэком врывается на мидл. Деннис там погибает на пленте. Но вроде как довольно быстро стянулась хелпа. И тут закрывают вопросы. Но Оскар делает минус. Крис Джейс со скаута подключается. Два минуса на пленте. И что? Есть ли инфа по Кеннису? Есть инфа. Крис Джейс делает минус. Шокс отвечает по Оскару. Два в два. Да, нужно еще и бомбу забирать. Шокс. Она неплохо работает, но остается очень красный. НБК все-таки имеет сейчас шанс погибнуть. Просто на девятке уходит от Лоула, который все это время пушил пристройку. И нужно все-таки дойти до этой бомбы. Но есть еще масса времени. Очень красные оба игрока команды G2 Sports. 31 хп на двоих. Крис Джейс еще один минус. От него уже три. Пали просто жертвы под выходом этого скаута. И только вот один Шокс остается. По нему была информация. Он убивал уже, но выход все-таки от него забирает Лоула. Остается один на один против Крис Джейс. Он пытается убить. И у него это получается безумно просто залетает этот выстрел. Это минус четыре от Криса. Ну и вот так вот команда Моузбосс возвращается на этот Кобул. Один на один. Такой вот Форсбай залетает у нас от Моузов. И скаут. Скаут пришел от Крис Джея. Очень серьезно он там поработал. С ним сделал четыре минуса в конечном итоге. И Форсбай. Моуза берут в ответ. Теперь у них хорошая экономика. Два Галила, UMP, ТЭК и все тот же скаут. Ну и пистолеты от G2. И явный ориентир на то, что будет делаться два экономических раунда у французов. Быстрый выход на боковой. Апекс, возможно, подхлешку будет врываться на эту позицию. 5-7 пока что не забирает никого. Так отлетает ловел. И второй счет. Теннис не высокая разумеяться. И только сейчас Робс оформляет этот килл. Но в меньшинстве пока что остается команда Моузспортс. Еще такая неприятная хаешка подлетает под Оскара. 8 хп остается. Тут же выбирают боди. Ну и NBK работает незамедлительно против Крис Джея. Только один Робс. Ситуации против двоих. Остается Бадди вместе с NBK. Его просто с двух сторон здесь забирали. G2 Esports отвечает. Очень интересное начало этого Коммунса. Команды начинают рвать друг друга. И, конечно, это радует глаз. И тут уже Force Buy залетает в ответ от G2. Прежде всего, конечно, благодаря во многом Апексу, который остановил вот этот вот выход. А на ланге он сделал два минуса с 5-7. И третий его уже потом... Мог сделать уже третий, но оставался красным. Но в любом случае, вот благодаря этому G2 перегруппировались. Тянулись на точку А и в итоге разобрались со своими оппонентами. Ну и Force Buy теперь уже в ответ от Mozov и Оскар. Оскар вот... Знаешь, это такая вот мини-модель Нико. Когда Нико ушел в команду, Оскар там они плюс-минус где-то в одно время свапнулись. И Оскар практически в каждом матче настреливает там, ну, 20 плюс фрагов. То есть ближе к тридцатке. То же самое можно сказать о Деннисе, который тоже заиграл после ухода Нико. То есть... Ну, поменяли. То есть пошло на пользу, видимо. Пока вот, конечно, рано говорить, потому что Mozov нигде в оффлайн части не играли. То есть сейчас пока после вот этой замены мы Mozov видим только в интернете. Вот выход у нас на точку B. NBK проседает уже до нуля. Деннис его забирает. Это очень интересный раунд. Это атаки. Неужели они тоже ответят? Весы просто. И то в одну, то в вторую сторону склоняются. Сейчас вот три ГДК команды G2 попытаются сделать этот ретейк. Подсадка наверх-низ. Там уже отлетает Шокс на плато. Крис Джей неплохо действует. С АК-47. На все руки мастер, на самом деле. Ни одним скаутом единым. Ну и Кенес и Бадди здесь просто должны идти на сейв. Но это не получается уже у Бадди. И Оскар его просто съедает своим крокодилом. Оскар не ощущает тут просто своих оппонентов. Ну, по поводу Оскара тут ты прав, на самом деле. То есть вернулся. Вот счастный. И у него все получается. Видно, что есть вот позитивная волна. А по поводу ланов, ребят, на Моуспортс. Увидим, если не ошибаюсь, на DreamHack Tour. То есть в Франции они будут играть. Да. И это будет первая такая серьезная проверка, наверное, для Робса. На лане в первую очередь. Но уже в онлане неплохо себя показывают. То есть я вчера посмотрел на статистику. Ну, все было очень хорошо у этого эстонца. И сейчас для команды Моуспортс тоже все отлично. Питером вышли, поставили бомбу. Заработали массу денег. И вышли на временную ничью. Почему временная? Ну, тут понятно, что очень быстро могут сейчас выйти на эти пистолеты. Нет! Все-таки закупается команда G2. Хватает там на М-ку. Есть, опять же, Галил от Апекса. НБК получает ФАМОС. 5-7. И Диггл от Бадди и Шакса, соответственно. Довольно интересное у нас начало. Вот 2-2. Но при этом мы видим, что раунд взяли. Раунд отдали коллективы. И это тоже говорит о том, что экономические проблемы есть. Есть. И здесь вот кто сейчас выиграет эту войну экономическую, тот, собственно, и может выйти на комфортный для себя счет. Как 4-2, 5-2. И это вполне реальная история. Сейчас Мауза подходят под точку Б. В большинстве они здесь сосредоточены. Ближе к платформе. Вот стоит у нас 2 игрока. Мы видим Робс Деннис. Подтягивается третий. Оскар. Ну и вот даже без друпрума, судя по всему, здесь будут действовать Мауза. Накидывают молотов. Накидывают гранаты. Прилетает контрфлешка. Но вот все равно выход эта флешка не остановит. Панди пытается там нашивать смоку. И кое-что слетает под абсолютно вот большинство команды Мауза Спорс. Апекс неплохо работает через дерево. Забирает ловла вместе с Робсом. Шокс действует через угол. Уже находится на лестнице. И захлебывается атака команды Мауза Спорс. Последний Оскар тоже погибает не от Апекса и не от Шокса, а от НБК, который уже заходил и помогал своим тиммейтам. Ну тут Апекс, конечно, сыграл очень круто. Я понимаю, что у него была подсадка на дереве. И он стал той стеной, которую ударилась атакой команды Мауза Спорс. Возможно, стоило воспользоваться все-таки вот вверх-вниз. Ну вообще как-то, да. Выход через плато. Пять платформы. И там хаешка неприятная залетела. Пять платформы это несерьезно, честно, друзья. Сегодня также играли у нас ребята вот Virtus.pro против NIP. То есть тоже через плато. И ну там слишком все просто было для защиты. Ну и плюс еще 4 игрока. То есть укрепление это сработало на точке B. У нас агрессия в начале этого раунда от Оскара. Тут же он отлетает от Байди, который тоже был в хорошей позиции. Не хватило флешки, наверное, от атаки. Но она полетела, но не слишком там слепой был игрок защиты. Ну и, соответственно, сейчас данная позиция под контролем полным команды G2 Esports. Но попытка от Денниса играть агрессивно. Там также будет подсадка от Робса и Крис Джея. Агрессивный смоук от защиты. И сейчас под контролем. Все. У G2. Ну и французская команда зарабатывает еще 2 минуса. Крис Джей только одним отвечает. Остается Деннис вместе с Ловелом 2 в 4. При этом ты обратил внимание, как вот втроем фокусили платформу. Ловел не сдается. Выходит с дропрума делает минус по Апексу. Но тут же шок с платформы. Великолепный хедшот. Французы втроем вот сразу захватили эту часть карты. Они даже не выпустили террористов из своих позиций. То есть G2 сыграли вот на Кобле в защите. Такую, ну, нетипичную комбинацию, если честно. Да, мы вот видим, как там стреляются с платформой. Кто-то там полезет, там с АВиком. Кто-то там с МК постреляется. Но так, чтобы 3 игрока было на платформе. То, что только что, собственно, и делали G2. Такое, на самом деле, здесь нечасто увидишь. И, возможно, это даже была какая-то нашифровка. Понимает Деннис, наверное, что не возьмет он этот раунд 1 в 3. И решает уходить на сейв. Денег у него совершенно не будет в следующем раунде. Но при этом останется засевленный АК-47. Ну и 3 девайса, мы видим, остается у G2. То есть здесь Maus'а сделали всего-навсего 2 кила. Ну и дальше что? Денег не будет от Maus'ов. Это будет точно эко. Получат они по 1500-1900 долларов в свой кошелек. И, конечно, Maus'а точно закуп делать не должны. И вот все-таки уже можно сейчас констатировать тот факт, что G2 выиграли вот ту самую войну, о которой я говорил. И вот он счет 4-2 и выход на 5-2. Думал я по поводу экономической ситуации вот на этом раунд. На этот раунд, вернее, простите. Но да, решают все-таки ребята сыграть с блоками от Калаша Денниса. Ну вот Денниса сейчас задача. Вот если даже не принести своим ребятам, вот своей команде раунд, то хотя бы выбить девайс. Потому что сейчас вот если в ноль убьют G2 своих соперников, то у них уж слишком будет хорошо экономика. И Деннис пока направляется с этим Калашом у нас на миддл вместе с Робсом. Он готов врываться. Дело в том, что есть только одна флешка от Криджея. Ну, ждут, ждут, полетело. Так, можно уже прощакать данные позиции. Есть также информация от Апекса, который залетает с кем-то на G2, о том, что это выход на точку А. Скорее всего, Кеннис там уже работает против Робса. Апекс замечает голову оппонентов, отходит под свой смок. Все очень грамотно, дисциплинированно от команды G2 Esports. Никого не теряют и понимают, ребята, всю цену вот этих девайсов. Ни в коем случае нельзя терять вот такие вот Калаши и Эмки, которые, опять же, вот, любезно предоставили ребята из команды Mouth Sports. Я говорю сейчас о автоматических финтовках АХ-47 на руках у Шокса и Апекса. Но постоянно на миде тут же отходит все-таки коллектив Mouth Sports. Перенаправление вектора атаки на точку БА. Там NBK, Шокс и Бадзи готовы. Там откидки гранат. Масса всего есть, что кинуть в лицо своим оппонентам. Десант наверх-низ. NBK будет первым на встрече. Получает хэдшот. Не добирает его все-таки Крис, но есть минус от Денниса и его Акану. Потеряли Оскара. Сейчас вот Деннис пойдет смертью храбрых. Лобал последний. Выход на Шокса тоже в никуда. 5-2. И отличная работа от команды G2 и Спортс. Но здесь мы у за попытались, но это закончилось ничем. G2 хорошее начало в дефенсе. Вот опять же, хорошее начало за счет чего? За счет вот этой выигранной экономической борьбы. И все-таки за счет прежде всего, ну не прежде всего, а в том числе за счет того, что Мауза, вот этот вот раунд 5 платформа, они просто подарили своим оппонентам. И сейчас находятся в довольно тяжелом положении. Два игрока на точке А у G2. Это Апекс. Вот сейчас вот он в коннекторе. Простите, на ланге с Кеннисом. Работает Шокс с АВП на точке Б. И сейчас Робс рискнет, рискует погибнуть. Но при этом он все-таки находит минус по Шоксу. То есть, вроде как Шокс его контролировал. Но Робс вот этими вот короткими стрейфами задергал своего оппонента, забайтил на выстрел и в итоге выиграл эту дуэль. Да, обращает на себя внимание Эстонис. Действительно есть уже работа от него в этом раунде. Но Апекс восстанавливает статус-ку в этом раунде. Забирает лову, а испанец уже ничем не сможет помочь своей команде в этом сражении под точкой А. Возможно, даже туда будет выходить бомба. На руках у Криджейа пакет. И перетяжка идет от Робса. Это уже говорит о том, что все-таки вот не будут менять своих решений. Но у Спортса мы готовы к приемке. Апекс вместе с Кенесами. Напоминаю, что это АВП и АК-47. Еще АВП у Бадди, на самом деле, на точке Б. Это тоже интересно, но стоит отметить. Но работы, наверное, у него в этом раунде не будет. Это НБК на перетяжке готов уже действовать через коннектор. Но вот и решение от команды Маус Спортс. Апекс что-то смог. Это фейл, на самом деле. Промахивается граната сейчас Дэн Мадисклэйр. И выход на него. Неплохая флешка от команды Маус Спортс. Дэнни должен чекать. У него получается чекнутый отлетать все-таки от Апекса. Тут спрейт дальше. Оскар неплохо действует на разбление. Еще и второго можно забрать. Нет! Не получается. НБК. Тут как тут. Кенес тоже не промахивается с ОВП. И только один Робс сейчас будет выходить через дерево. Кенес просматривает эту позицию красивым. Сейчас выстрелом добирает последнего оппонента. Не получилось все-таки у команды Маус Спортс пройти и поставить бомбу. Пауза. 6-2. И у Маузов, возможно, я думаю, тренер как раз-таки сейчас решил внести какие-то коррективы в игру. Атака для Маузов на этой карте пока не складывается. По 3000, по 3200, 2900, 3500, 2900. Такой вот у нас набор по деньгам от Маузов. Это можно купить, конечно же, тег, купить армор и попробовать изобразить какой-то интересный раунд. Может быть, сыграть быстро, как вариант. Но в целом, не знаю, даже не знаю. Довольно тяжело игра дается сейчас в команде Маус Спортса. G2 вот в обороне, при обороне плентов использует 2 АВП и, в общем-то, смотрится довольно неплохо. Притом, независимо от карты, G2 играет в этом сетапе. Они и на нюке могут сыграть 2 АВП, и на трейне. Ну, на трейне это понятно. Ну, вот на инферно, например, чего я совершенно понять не могу. И все равно... Любители снайперских винтовок, даже не любители, а мастера. Нельзя называть любителями, особенно учитывая то, что мы говорим о таких ребятах, как Шокс и Кенниэс. Это прославленные уже ребята с этими девайсами могут действовать. Не понимая, что Шокс более универсальный боец, но Кенниэс тоже может вернуться точно так же, как и Гардиан. Все-таки Словак смог уже показать класс вновь. И Кенниэс тоже показывает неплохую игру. То есть, ну, все-таки я остаюсь еще до сих пор при мнении, что он один из лучших до сих пор. Вот снайпер все-таки играет всегда на классе. И у него свой стиль неповторимый. То есть, это тоже очень важно. Для того, чтобы удивлять соперника, нужно иметь в команде Кенниэса, который может просто вылететь и поставить какой-то жесткий шот с АВП. Продолжаем смотреть. А тут Коболстон, дорогие друзья. С вами студия РОХА Пуха и Каннис. И это команды Моу Спорс против G2 и Спорс. И это девятый раунд. И попытка команды Моу Спорс выйти очень быстро на верхнюю стэками. Неплохо, но там Бадди принимает, опять же таки, не пытается действовать очень агрессивно. Через угол забирает Лоуэла. Крис Джей тут же отвечает. Кенниэс включается с ОВП. Шокс не может зайти в коннектор, потому что хороший смог от атаки. Деннис также там немного продеман. Как немного? Очень много даже НБК. 8 хп ему оставляет. Размен продолжается на точке АНО НБК. Ловит хороший тайминг и забирает Денниса в спину. Последний Оскар падает от Апекса. Ну тут интересная задумка была от Моу Спортс. Все-таки просматривалась идея и было видно какой-то рисунок в этом раунде. Но не повезло. Опять же, законтролили все хорошо. Хотя Бадди действительно в коннекторе ошибся. Сделал один минус и сразу его убили, разменяли. Но там вот кроссфайр от АВП, которые просто закрыли все вопросы в прошлом раунде. 7-2, Моуза сейчас будут играть какой-то раунд, который они обсуждали во время паузы. Давайте посмотрим, что же все-таки придумала команда Моу Спортс. И как они собираются удивлять своих оппонентов. Робс на платформе пытался в раннем тайминге. Не знаю, что он пытался. Видимо, сделать килл. Но здесь против Шакса тяжело. Тем более он с АВП. Да, пока, кстати, 1-1. По этим дуэлям, очным ставкам просто Шакса и Робса. Подсадка наверх-низ НБК. И это тоже ключевая позиция, которая может сработать и во благо войти в историю для команды G2 и Спортс. Кенес также находит ловла. Но дело в том, что НБК может даже никого не найти. Он, да, идет на мидл. Но там уже череда минусов от G2. На точке А. Бадди разбираются с Криджием. Бадди, кстати, у нас на точке А работает. То есть это говорит о том, что есть заготовки. Есть все-таки игра. Может быть, даже по распам от игроков защиты. Апекс неплохо действует против тенниса и падает от Оскара. Но он сам там немного дольше пожил, чем его тиммейты. И упал от этого самого Бадди. Кстати, Бадди в последнее время тоже радует заметить, насколько раскрылся. Недавно писал, кстати, твит о том, что вот я уже достаточно долго нахожусь в команде G2 и Спортс. Спасибо за возможность. И видно, как вот все-таки раскрывается, развивается этот парень. То есть нельзя сказать, что он там где-то слабое звено команды. Он на самом деле вот на Старладере отыграл очень круто. Ну, он вообще круто играет. Бадди это лучший новичок за последний год на французской сцене. Так, у нас тут очень как-то динамично развиваются события. Оскар уже готов выходить с Дропрума. Робс в это время делает минус по НБК. У Бадди подключается делать два минуса. Робс опять же минус по... Робс, что? О, что происходит вообще в этом работе? Кенни, закрываются все вопросы. Ничего не происходит. Все спокойно, дорогие друзья. Я здесь. Я на месте. Я убиваю. АВП наводится. И, соответственно, команда Маус Форс не доходит вновь до установки планета. Хотя вот попытка была очень даже неплохая. Могли взять раунд, но был не согласен с этим Кенни Шапп. 9-2. Не забывайте, ребята, что подобная ситуация все-таки была у нас в матче NIP против Virtus Pro. Там Virtus'а, правда, вели со счетом 7-1, но все-таки не смогли справиться. Но, с другой стороны, здесь все-таки просматривается эффект снежного кома. То, что защита вообще непреклонна. То есть нет шансов. Да, да. Не дают вариантов. Вообще G2 играет очень хорошо. Даже вот такая вот история. Я не понял, что прошил его. Он прошил его, походу, через ворота. Да, да, да. Такие истории тоже у нас часто залетают на карте Cobblestone. Особенно, если мы говорим о первоклассных игроках, которые знают, куда шить, куда отвечать. Так, Оскар выпад через начало плато. Хорошая флешка отгоняет все-таки Шакса с этой позиции. Напоминаю, что Крис Джей тоже достаточно битый. И, возможно, ему стоит выходить первым куда-то, для того, чтобы его тиммейты смогли разменять. Но это не плато. Смотри, как укрепляются сейчас позиции от команды G2. Неужели они не пойдут просто и будут брать быка за рога? Да, они откидывают массу гранат и будут поджимать. Да, но это хорошее решение. Они понимают, что их оппоненты где-то застоялись, и они пытаются взять контроль в свои руки. Боже, какой-то... О, ловл. Дождались все-таки. Слишком, да, активно. Ну, потому что агрессивный смог был. Вот нельзя было этого делать. Ну, наверное, подумали о том, что, да, мы кинули смог, и тут же противник будет просто уходить. Да, и такое вот решение не самое лучшее от игроков команды G2. Но и ловл еще один минус от испанца. Робс находит Шакса. И только один кейм не составляет. Да, Апекс в который раз вот эта агрессивная позиция и не самая лучшая вот от него некоторые матчи. Ну, в целом, скажем так, Апекс это сверхагрессивный игрок. Но тут еще Кенни остается в ситуации 1-2. Там бомба не поставлена. Напоминаю, 19 секунд до конца этого раунда. За кубом действует Крис Джей. Он красный, Робс фуловый. Ни в коем случае ему нельзя умирать. Кеннис решает внедриться этот смог и пережить вот выходы от своих соперников. И нет! И получается выстрелить даже по Крис Джей тот смог. Третий раунд для команды Моус Спортс. Тут уже решение как тебе Джетту. Вот вы, да, вот агрессивно занимаете плато. Неплохой смог. Вот Бадди заходит. Апекс тоже не самым лучшим образом отыграл. В очередной раз отмечаем. Вот здесь Джетту на самом деле могут вот даже разбазарить это преимущество. Потому что по деньгам у них не так все хорошо. Ну, как-то вроде даже контролировали здесь и в этом раунде своих оппонентов. Но умудрились отдать в итоге ненужный совершенно необязательный раунд. И сейчас вот Шокс на платформе может забрать Робса. Робс под флешечку внедряется под свой смог и делает интрикилл для команды Моус Спортс. И это уже действительно может быть заявка. Потому как Моуза могут сейчас забрать и четвертый. А дальше-то денег у Джетту не будет. Это факт. Да, готовится, возможно, раскидка на точку Б. Вторым решили остаться тут французы. НБК отлетает от Робса. Уже два минуса от Эстолса. Бадди тоже работает на позиции. Ну и нужно как-то загонять вот такую хорошую позицию статичную от Бадди. Получается это у Денниса, но 4 в 2. Тут на самом деле Кенни с Миссис Апексом должны уже уходить на сейф. Я не вижу, как они вообще могут выйти и попытаться даже взять этот раунд. Хотя Кенни работает против Лоула. Так, я беру свои слова обратно. С такими минусами с АВП можно дальше продвигаться по кубу. Но вот флешки летят неплохие от игроков атаки. Бомба уже тикает. Но и Кенни попадает под присел снайперской винтовки Оскара. И Деннис добирает красного Апекса, которого прекрасно-таки красным оставил тот самый Чех Оскар. Четвертый уже для Моу Спортс. И вот они деньги команды Джеттуи Спортс. Посмотрите в левую половину экрана. Понятно, что сейчас будут какие-то пистолеты. Армор может быть какой-то. У Апекса появляется первый. Потому что он мог себе это позволить. Даже ХАЕшки от Бадзи, НБК и вышеупомянутого Апекса. Возможно, это будет укрепление .кб. Для того, чтобы поработать под эти ХАЕшки. Ну, денег нет. И это ЭКО. И Моузам, конечно, нужно забирать этот экономический. Пытаться взять шестой. Чтобы как-то более-менее выйти на неплохой счет уже в такой ситуации, в которую они себя загнали. Напомню, что счет был 9-2. И проиграв вот эту вот экономическую борьбу в начале игры, Моуза очень сильно отпустили своих оппонентов. И отпустили вперед, прежде всего, по раундам. Мы, конечно же, G2 набрали хорошее количество. Я думаю, даже достаточно для того, чтобы выиграть эту карту. Теперь вот уже ответ от Моузов. Смогут ли они камбетчить в дефенсе? Пока тяжело говорить и анализировать игру G2 в атаке на Cobblestone. Я, если честно, даже... Ну, все есть у них для этого, на самом деле. Ну, все есть, но есть ли тактики? Ну, есть ли вообще усидчивость команды G2? Вообще, если говорить, понятно, что они будут играть в атаке. Они будут играть в свою игру, как всегда. Вот эти агрессивные выпады через вертись, как у них получается очень часто. Апекса там любят запускать куда угодно. Ну, в целом, это такой вообще парень, который выходит. И, ну, он или убивает, скажем так, или его убивает. И он тут становится каким-то вот маяком для всех остальных игроков команды G2 и Sports, которые выходят за ним. То есть это стиль команды G2. И вообще, вот если посмотреть по этой первой половине, по этим раундам, которые мы смогли только что увидеть, G2 могли закончить эту первую сторону намного лучше, если бы не тот самый раунд с поджимом плато. Потому что было большинство, была вот вся возможная вот ситуация, все возможные просто варианты, чтобы забрать эту первую половину со счетом где-то вот хотя бы 11-4, например. Но решили вот сыграть агрессивно, за что и поплатились сейчас ребята из команды G2 и Sports. Ну и последний раунд первой половины. Есть AWP от Оскара, точно такой же девайс от Kines. Примечательно то, что он действует без AWP на точке А, будет ассистить Апексу. Ну, в принципе, они оторваны друг от друга. То есть если Апекса убивает, Kines ничем не сможет ему здесь подсобить. Ну и, соответственно, очень медленный розыгрыш от команды Mousesports. Они понимают то, что все-таки важно сейчас забрать и закончить со счетом 9-6. Робс чекает аккуратно платформу. Тут у него своя история с Шоксом. Он ее строит практически всю дорогу. Уже 15 раундов прошло. Вернее, еще не прошло, но вот-вот пройдет. И вот он Молотов. Сейчас Шокс тушит его. И Робс понимает, что... И он все-таки подловил оппонента. Но ничего, скажем так, не может ничего извлечь из этой ситуации. Да, он понял, что тот стоит в углу. Но, опять же, потушив смоком Шокс, Молотов, конечно, вот непонятно теперь Робс. Вот он не знает, есть там Шокс или нет у него. И еще один Молотов. И теперь уже выгоняет уже точно. И при этом под флешку кто-то там помог все-таки Шоксу поменять позицию. И в итоге Шокс уходит на Плент. Кстати, последний флешку уходил. Так, Робс, здесь тут какая стрельба. У него зуба дробящая. И вот третий залетает. Это Шокс, который даже не успел выстрелить. Не патрона, но и, соответственно, кинец вместе с Апексом. Два в четыре бомба поставлены. Апекс будет заходить через плато. По нему есть инфа. Лобл уже говорит о том, что последний через плато. У Робса не получается оформить монстр килл. Из-за него этот самый минус делает Крис Джей. Ну, как же хороший стонис. Тут стрельба. Ну, в этом плане у него все хорошо. Я и так это знал, в принципе. Ну, и командная игра тоже у него получается. На самом деле, плато Маус Спортс выиграли. То есть, даже несмотря на то, что они там один раз выходили, очень неуверенно на эту позицию. Но в целом, уже вот после того пуша от команды Джей Туи Спортс, начался вот такой вот подъем команды Маус Спортс именно на этой точке. Они поняли то, что они могут напрягать соперника. Потому что соперник ее пушил, эту позицию, и он проиграл. В этом плане, и не было преимущества морального уже. То есть, куда-то пушить, куда-то идти, не могли Джей Туи Спортс. И, соответственно, у них и девайсов таких не было, и раскидок там не хватало. Ну, вот позиция Шокса, опять же. На плато тут же молотов летит, а нечем раскинуть. То есть, только одна флешка, Шокс под нее уходит, но при этом остается красным, ну там 44 хп, ладно. Но при этом, ну, чтение от команды Маус Спортс было очень даже неплохое. Но здесь вот все сводится к тому, как они уже будут играть в защите. Мы уже с тобой обсуждали этот вопрос, то, что смогут ли тащить. Потому что Джей Туи — это очень агрессивная команда за атаку. То есть, это всегда какой-то накал на одной, на второй, третьей точке. Давай, поехала, ехала. Давай, Кенец, выходи первый. Давай, подсадимся. Это то же самое. Это все про команду G2 и Спортс. И Маус Спортс, ну, тоже команда, которая может сыграть неплохо за счет вот АВП Оскара сверхмобильного. За счет Лоула, который умеет принимать точку Б. Или, может быть, они что-то поменяли в своей игре после прихода Робса, не знаю. Крис Джей, который тоже может взять АВП второе. Ну, это... В целом, я говорю там, что есть все для того, чтобы останавливать эти пуши от команды G2. А если команда G2 останавливает, у нее уже пропадает потихонечку уверенность. У нас это не получается. Апекс уже говорит, ребята, как-то нужно выходить. Я там выхожу первый, меня постоянно там тушат, и вы меня не поддерживаете. Этот парень, на самом деле, еще тот эмоциональный боец, который может подпасть под каток и не может из него выйти. Такое мы видели еще на Старладере, когда он просто чуть ли не первый туда врывался, где-то там против соперников. Это вот четко я помню на трене против фейзов. Чуть ли не первый всегда погибал. И с этим не могли вообще справиться, ребята. Да. Ну, вообще игра, ты знаешь, вот я подумал буквально там. Сегодня, что игра Counter-Strike очень сильно... Знаешь, вот есть такое понятие, да? Войти в игру. Вот психологическое состояние. Насколько ты вообще готов? Насколько ты хладнокровен? И насколько у тебя сейчас вот твои мозги, да, работают вот на свой полный максимум? Психологическое состояние, оно здесь очень важно. И вот здесь, конечно, Counter-Strike это такая вот игра, в которой очень ярко проявляются именно психологические аспекты любого человека. Да, стороны, то есть то, насколько он может быть сильным вот в этом плане. Так и есть, так и есть. На самом деле у нас уже вот вовсю продвигается команда J2 где-то вот к защитным ряду там на точке А. Но большинство там находится. Но первый минус как раз-таки произошел на Б. Там красный Криджей отлетает от НБК. И тут же идет перетяжка. Ай-яй-яй-яй, мой спорт сейчас могут не угадать только одного Оскара. Того красного оставляют на А. 14 хп. И штиасный вряд ли что-то попытается, ну вернее попытается, но что-то может сделать против пяти иглаков там под 250-го от Апекса, которые будут на него вылетать. Но Деннис все-таки перетягивается, будет помощь. Замечает соперника, полетел еще смог у нас на двери. НБК переживает Денниса без шансов. Ну и Оскар отвечает только одного забирать. 14 хп на пенаме было. Кеннис все-таки добивает. Робс неплохо действует через девятку. Есть минус по Кеннису, но это все еще меньшинство, и бомба уже находится на пленте А. Тут Деннис очень плохо сыграл, кстати, в очередной раз. Ну ладно, Ловел делает минус по Шаксу. Так, есть диффузы у Робса. И есть инфа для Робса, он знает где Апекс, дает информацию. Ну и теперь задача. Робс делает минус по Апексу, НБК отвечает. И Ловел один в один, и он перестреливает НБК, и берут, Мауза, пистолетный раунд. Да уж, я не думал, что именно так. Я тоже не думал. Ну а вообще, вроде как... Под замесу этого раунда, то есть, вот Робс красавчик, на самом деле, он очень важный минус девятки сделал. То есть, он вышел, ляпнул одному, ушел, дождался Ловела, который тоже свою дуэль выиграл, и потом уже просто розыгрыш вот по разменам. В целом, мы вот только что посмотрели, дорогие зрители, очень интересный пистолетный раунд с точки зрения красивых минусов. То есть, были классные хедшоты, и не самая лучшая позиция от Денниса. Тут ты прав, Алексей. То есть, он вышел мало того, что под раскидку своих противников, так еще и не помог ничем красному Оскару. Он, знаешь, вот не к месту. То есть, вышел такой, ой! Такой, ой, а у вас тут дискотека? Да, ну извините. Ну и на тебе борщ сразу. Смотрелось, во всяком случае. Понятно, что там более хладнокровно, наверное, отыгрывался этот момент. Но смотрелось так, что вот пришел уже на фиску, а уже полный клуб людей, как бы не пускает фейс-контроль. Ну так это выглядело. Ну и просто в дверях закрыли у нас товарища Денниса. Ну, рофл и рофл, на самом деле, все-таки стараются. Ребята из команды Моус Спортс, Лоуэлл вместе с Робсом исправили все эти недочеты в пистолетном раунде. И сейчас, G2, какое решение? Тоже закупиться. Это Галил от НБК, есть теки от остальных и готовится врыв наверх-низ. Ну интересно, да, что вот G2 хотят цепляться и хотят сразу брать БК за рога. И таким образом, если возьмут этот форсбайт, то могут очень сильно подпортить Моузам камбэк. Лоуэлл готов принимать противников через чикенбокс. Крис Джей неплохо работает с Юмпешки на баде НБК и Робс. Включается Крис Джей. И 1800 летит прямо на счет к этому господину и Робс. Два минуса тоже в этом раунде. Пока что лидер, кстати, по фрагам. 18 на 13, 17 на 10 от Крис Джей. Два топ-фрагера команды Моус Спортс остановили полностью пушер G2. И тут вопрос, стоило ли закупаться, ребята? Ты знаешь, стоило, но, наверное, нужно было сыграть какой-то более такой раунд. Не такой прямолинейный. Команда G2 вообще грешит этим. Я так понимаю, что это грешит, прежде всего, Шокс. Грешит, знаешь, чем? Вот этой вот постоянной попыткой сломать Б-плэнд. Притом неважно на какой карте. То есть, будь то Трейн, будь то Коблстоун. То есть, ну вот, он считает, что вот на Б как бы легче зайти с плохим баем. И, в принципе, где-то я с ним согласен. Но вот этот вот рисунок, вот этот вот характер от G2, это, мне кажется, именно это, знаешь, это почерк Шокса. Да, это не только почерк Шокса. Это вот почерк тех самых французов, которые брали еще там мейджоры. То есть, те ребята, которые покупали... Два года назад. И, ну, дело в том, что мы с тобой, не только мы с тобой вообще, вот история профессионального Counter-Strike Global Offensive уже доказала то, что это уже не работает. Хотя сегодня, опять же-таки, это очень острая тема по поводу пистолетов. Вот то, что они очень сильные. Вот, особенно после вот этого обновления, которое сегодня ночью вышло. Там, Нигев, все дела. Ребята, кстати, если вы не знаете, Нигев забанен на этом турнире. Соответственно, команды его не могут покупать. И вот такие вот пироги. Понятно, что если бы не был бы забанен, ну, нашелся бы кто-то, кто бы закупался. Сегодня играла команда Fnatic, ребята. По-любому бы там был Нигев. Я в этом даже не сомневаюсь. Но вот решили все-таки забанить это оружие. Соответственно, сейчас только фейлплей от команд. И подсадочка. На верх-низ тоже ее могут не читать. Игроки команды G2. Деннис будет, если что, готов врываться. Нет, Бадди! Как ты знал, Бадди? Ну, агрессивный смоук от защиты. Понятно, что там мог залететь какой-то шальной прострел. Так и случилось. 5 в 4. Не самое лучшее начало для команды Moussports этого раунда. Но при этом Moussports ничего не меняет. Лол, Крис Джей стоит на платформе. Робс отвечает за друпрум. Притом, сейчас он его отдал. Играет там пассивно. Робс стягивается на А точку. Здесь у нас Оскар. Будет подсадочка, судя по всему. Да. И вот, кстати, под эту подсадочку Оскару можно уходить просто. Нет смысла здесь сидеть совершенно вдвоем на точке А. Даже... Ну, просто почему? Потому что нужно угадывать в ситуации 4 в 5. Но уже мы видим, что Кенни сделал минус по Крис Джей. И это, конечно, проблема. И здесь уже позиции у Moussports такие, что нужно уходить на сейв. Хорошему да. Но с другой стороны... Ну, да. Тут все-таки вот Робс уже сообщает о том, что, наверное, ребят, тут все занято на АБ. Нужно отходить. Но это первое очко, наверное, для команды G2 Sports за атаку на карте Cobblestone. Неплохо смогли выйти все-таки. Два минуса от Бадди вместе с Кенни и Эсом. Крис Джей вместе с Деннисом не смогли справиться с противниками в этом раунде. Ну и... На самом деле, вот экономика была, да, вот у Робса, Лаула и Оскара для того, чтобы воевать. Но это правильное решение. Все-таки экономические атака всегда сильнее, чем их соперники. Потому что они намного больше денег зарабатывают. И это уже просто вот команда Moussports, которая думает о будущем своем. Потому что они могут дальше раунд проиграть, а потом, оп, закупиться. И есть АВП для Оскара, есть АВП для Робса, Крис Джей. Для кого угодно, на самом деле. Я вот так подумал, тут все могут играть с АВП, вот только Деннис. Понятно, что они часто отрабатываются снайперской винтовкой. Но вся четверка и стреляет неплохо именно АВП. И интересная позиция, кстати. Выбирает G2 вот в этом углу. На плато никто не взрывается. Теряется половина хеллспоинтов всех игроков. И команда из Франции выходит вперед, но только на одну очко. Это тоже стоит упомянуть. И все равно, посмотри, какая экономика великолепная у Moussports. Да. Просто, то есть они закупаются, и у них еще, посмотри, по 6 тысяч остается у троих. Это за счет их сейвов. Да. Видишь, а некоторые команды шли бы. То есть есть масса команд в пятом сезоне SL Pro League, которые шли бы дальше. Да, под флешку вырываемся, попытаемся забрать. И снова выстрел через Смог. Вот в начале раунда с падения игрока команды Moussports в эту очередь. Ну, Оскар. На Мoussports действует. Ну, какие прошивы от Апекса? Ну, очень часто через Смог прошивают игроки и атаки. И Оскар просто напоролся найти хедшоты. Ну, и, соответственно, уже в меньшинстве будут дальше продолжать игроки о защите и что-то придумывать. Тут же перетяжка. Смотри, идет от Тенниса вглубь Аплента вместе с Робсом, попытается действовать. Ну, 2 плюс 2. Это схема защиты от команды Moussports на этот раунд. После первого минус. Ну, вот Робс, конечно. Так, выпад от Денниса в медле. И тоже ошибается. G2, NBK. Очень легко переследить своего оппонента. Робс восстанавливает статус-кво. Даже не восстанавливает статус-кво. Попытался как-то зацепиться в этом раунде. Но тут же ответ от Апекса, который просто танком на танке въезжает на точку А. Делает минус. И Крис Джей с ловелом будут сейвить. Вот, ребят, ну вообще, вообще так, в принципе, за такие вещи, конечно, нужно наказывать. И команда G2 наказывает Moussports за то, что вот эта вот агрессивная позиция на старте просто, ну человек погибает через прошив, через смог, через... Второй раунд подряд. Это все знают. Это вообще, это детская ошибка. Просто нет, наверное, такого слова детчайшая, хотел сказать. Но оно просто где-то, знаешь, оно где-то пересекается с дичайшей ошибкой и с детской. Получается, что детчайшая ошибка. И вот так вот просто два раза, два раунда на ровном месте эндрикил. И, ну, как-то это несерьезно. Так, был Бадди, теперь Апексу, который и оформили эти эндрикиллы. Ну вот, до сих пор еще хорошая экономика, можно закупаться. Команде Moussports вновь засейвили, соответственно, никого особо не теряли. 9-1-1. Но тут нужно как-то вот собраться. Нужно все-таки, может быть, где-то более пассивно начинать раунд. Оскар получает с себя руки АВП. Есть три М-ки. Также Галил до сих пор у Крис Джоя. Полный там скид-гранат практически у всех игроков. Есть молотовые смоки, это самое главное. Могут останавливать до последнего игроков атаки. Но при этом вот G2 вновь идут достаточно активно на мидл. НДК вместе с Апексом и еще и Кенесом находятся в этой позиции. Кенес будет выходить на чек вместе со своим АВП. Но тут, если сейчас вот пойдут дальше и под мостом пройдут на точку А, то Оскар вместе с Денисом окажутся вне позиции. Но все-таки решают все-таки отойти, вернее, обратно на плато. Выход через боковой готовится. Это интересный молотов от Апекса, который летит на сено. Так, я знаю, что там действует все-таки Денис, который вынужден отходить. Немного подгорает. Но до первого минуса не дошло. Все-таки решили отходить обратно G2 Esports. Это уже готовится перенаправление вектора на точку B. Апекс будет забирать бомбу. Есть еще минута, чтобы подумать. А тут неплохо файканули G2. Видишь, ушел Робс на А и не угадывают Моуза. Непонятно почему, кстати. Видимо, из-за контакта в рукаве. Но сейчас же Денис говорит, что в рукаве нету. Ребят, ну не застаивайтесь там в коннекторе. Сейчас могут быть проблемы у Моузов, потому что только один Крис Джей на плато. И все, ближайшая хелпа. Это Робс, он играет на камне. Уже идет перетяжка. На самом деле, четыре игрока уже будут готовы принимать эту агрессию. Апекс первый на выход. НБК находит Крис Джей. Апекс переспрямит все-таки Оскара Шонгс. Шагает Робса Апекс. Еще один минус. Шот, он взглядит валу. 5-0. Без шанса выставляет команда Моузспорс в этом раунде. Ты знаешь, вот неплохо действовал Крис Джей. Который, вот, или может быть это не он, а откинул агрессивно еще один смок на плато. Но под него выходили ребята из команды G2. И вот в чем заключалась хорошая игра от Крис Джея. Он заметил этот выход, тут же откинул Молотов. Соответственно, G2 не могли быстро выйти. И это дало вот несколько секунд для перетяжки. Остальным игрокам команды Моузспорс. То есть не было врыва через плато. И позиции были неплохие, но в целом не смогли реализовать их ребята. С Моузспорс просто не перестреляя своего соперника. И вынуждены сейчас принимать тяжелые решения. В принципе, с такой экономикой можно закупаться. Я думаю, что согласишься. Только вот Оскар не может нормально себя обеспечить. 2 500. У всех остальных есть деньги на нормальный автоматический девайс. Но Деннис может там закупиться UMPH какой-нибудь. Я думаю, закуп будет. Просто сейчас Моуза думает, что делать с этой бедой, которая их накрыла. Они вот взяли пистолетку. Да, вроде как вернулись в игру. Но потом просто три раунда. И при том это три оружейных раунда, что самое интересное. То есть там сейвили каждый раз. Что же делать с игроками команды G2, которые быстро выходят, ну даже не быстро, а просто агрессивно и вовремя выходят на точку B. С этим действительно пока что не может совладать команда Моузспорс. И может быть стоит перейти в режим дефенса 4 плюс 1. То есть один игрок просто отмораживается на точке A, даже не пытается там чекать middle, а все остальные там сидят под B. Или вот что-то интересное придумать с агрессией. То есть если вы уже пытаетесь как-то повлиять на начало раунда, то это стоит делать вместе. Конечно, они опять же по одному пытаться кого-то забрать. Летит все-таки АВП у нас Оскару. Там был у нас богач Лоуэлл, который как раз таки и проспонсировал своего тиммейта. Будет М-ка у Крис-Джея Робса и Денниса. И ее МП-шка от Лоуэлла. В принципе, где-то так я и думал, что будет закупаться у нас Кавада Моузспорс. В G2 все не меняется. А это АВП от Кенниеса, все остальные калаши, которые в предыдущем раунде вышли и смели все на своем пути на точке B. Ну, G2 наверняка тоже сейчас что-то обсудили друг с дружкой. Но я думаю, им обсуждать тут особо... У них игра получается на оружейке. И тут, в общем-то, я думаю, что они дальше просто будут играть в свою игру. И смотреть, как бы реагировать там на то, что будут предлагать Моуза. Может быть, даже сейчас G2 разыграет какой-то медленный, очень медленный холд. В расчете на то, что немцы где-то будут поджимать. То есть сыграет просто какой-то такой нестандартный раунд. Может быть, какой-то для себя совсем нетипичный. Ну, а мы видим, что обсудили-то что-то Моуза. Но в итоге, по факту, ничего не поменяли. Оскар в рукаве. Деннис там играет в Матриксе. Вот эта позиция, связующая коннектор между медлом и лонгом на точке А. Ну и Робс, Крис-Джей, Ловел, играет на Б точке. Очень важно Оскару сейчас забрать Апекса. Но тот без раскида не будет выходить на эту позицию, я в этом уверен. Ну и, в принципе, Деннис тоже понимает, что у снайпера могут быть проблемы на таком тайминге. Атака... Ой-ой-ой-ой-ой. Снимается с прицела Оскар, решает уйти вниз. Ну и неужели сумеет все-таки Апекс выйти на очень хорошую позицию? Тут тоже не спешит, пацан. Куда? Что вы творите? На точке Б. Ой-ой-ой, Шокс уже минус 2, Крис-Джей только одного с собой забирает. Оскар разменивается, но это под точкой А. Это был Апекс, который все-таки не смог вставать с вражеским снайпером. НБК готов врываться через верхний, против него будет действовать Робс, и у него это получается. Это большинство для команды Маус Спортс, и это только путь на точку Б. Кенниас через плато, через эту же позицию, рано или поздно выйдет Шокс. И тут очень важно Робсу все-таки стоять и не пытаться даже пикать это АВП. Или можно вот так вот выйти, забирать Шокса. Неплохо, тот даже не среагировал никаким образом. И Оскар не дает Кенниасу выйти на точку. Таким образом команда Маус Спортс просыпается и берет раунд уже 10-12. Понятно, что сейчас будет хороший бой от команды G2. У них все-таки была череда раундов, череда, опять же таки, выходов, где они практически никого не теряли. Три подряд брали. Но вот в предыдущем раунде все, опять же, зависело от индивидуальных действий. Где-то Оскар там убил Апекса, который пытался на себя стянуть внимание игроков защиты. Где-то там Робс перестрелял. Ну и в целом все вот прошло. Не то чтобы по нотам команды Маус Спортс, но где-то просто ребята сыграли лучше на своих позициях. Ну, значит, начиналось все не самым лучшим образом. Этот вот поджим платформы, если честно, я вообще не понял. То есть, возможно, это была наш, нашифрованная комбина, опять же, знаешь, типа в середине раунда, когда они будут холдить, давайте подожмем платформу. То есть, похоже на это. И вот они опять это делают, видишь? Они теперь постоянно это, я так понимаю, делают и уже не первое. Кстати, то же самое G2 делали, помнишь, в защите? Так, тут отжимают рукав, и Кеннис делает минус по Оскару, и НБК забирает Денниса. Теперь уже провал на точке А. Робс нужно работать, Ловл все-таки добирает Шахса, который пытался выйти через коннектор Бадди на размене через эту же позицию. И Робс на дефолт и чекается Апексом, и убивается без каких-либо шансов. То есть, да, был выстрел, но опять же, мимо. Только один Крис Джей, это уже сейф. И это, конечно, нельзя было проигрывать. Ни в коем случае, потому что ты прав, Алексей. Это полный ресет экономики, ну, как ресет. Это просто еще одно эко будет сейчас у команды Моутспортс. Но это эко, оно, ну, приближает все-таки команду G2 к победе. На этом пике. И, ну, точка А, конечно, не самым лучшим сработала образом. То есть, тут уже Оскар проиграл перестрелку. Кенни. Деннис не смог нормально разменять. Робс никого не забрал. Хотя, опять же, его могли там не ожидать на этой позиции, на дефолте, на точке. Но это не о команде G2, которая почувствовала вкус победы. Которая почувствовала вкус крови своих оппонентов. И они понимают, что Моутспортс, в принципе, их так выпускает. Вот на ранней стадии есть все-таки размен в пользу команды G2. И ты уже об этом сказал. То, что в одном из выигрышных раундов для команды Моутспортс тоже все началось именно таким образом. Ну, это чаще всего происходит к тому, как вот дальше действует G2. Они тоже могут ошибаться. Они тоже могут пойти не угадать. Могут не перестрелять. Но, в целом, конечно, на дистанции они пока смотрятся не то чтобы сильнее, но увереннее. Ну что, таки будет один экономический раунд у нас от Моузов. 13 сейчас у G2. То есть, дальше у нас Эко. И, конечно, это очень хорошая возможность для G2 выйти на 14. Мка от Крис Джей играет, кстати, в рукаве. Апекс тут, как всегда, пытается найти халявный фраг. В этот раз уже его никто не кормит. Если прошлые раунды действительно Апекс делал киллы через маки, через ворота, то здесь, конечно, без этого. И слишком поздно, наверное, игроки команды Моутспортс поняли, что не стоит там вот такую агрессию через ворота показывать. В общем, играть так, как они играли. Сейчас укрепление в рукаве. Три игрока, два стоит на B. Притом так, довольно растянуты по карте. И Бадди уже выходит на платформу, забирает он Робса. И дает информацию своим братюням, что, ребята, здесь все чисто. Минус Вазон на B планете. И сейчас можно заходить устанавливать бомбу. Я уже на B. Можно выходить, ребята, все хорошо. Это не возможно. Говорит ему Шокс. Да, на самом деле и бомба уже поставлена от Денома Десклеера Акка Апекса. И, ну, в этом, конечно, матче Апекс зарабатывает свое, то есть, как ты очень грамотно сказал, кормит. Кормит команда Моутспортс своего соперника, который, ну, постоянно выходит первый и делает минус какой-то. Минус Шоксом, ну, с такими ребятами, конечно, тяжело поспорить в этом раунде. Уже не получится точно. Крис-Джей только на сейв к своей М4А4. Ну, в принципе, у него полгородки, есть диффузы. Ну, в общем-то, очень дорого сейчас выглядит команда, вернее, Крис-Джей. И ему ни в коем случае нельзя терять этот девайс. Ну, особенно учитывая то, что нужно камбэчить, нужно выходить уже с позиции 14-10. И, ну, все-таки мало пластичности в защите. Ты знаешь, вот я заметил, что была пауза, но при этом решения какого-то вот не было. Только вот был поджим какой-то, да, плато, ты говорил об этом. Но при этом как бы 3 плюс 2 позиции, идет один игрок там на сено, второй смотрит миддл. Ну, вот вспомни, даже команда Норс, например, делает иногда такое. Играют втроем А. Вот для того, чтобы четко зафокусить рукав и вот изолировать вот этот миддл и матрикс, который постоянно G2 там насилует. И за счет чего G2, в принципе, играли успешнее в защите. За счет того, что они комбинировали. Вот помните эти выходы от троих игроков на плато? Пушилась эта позиция. Можно было дальше пройти, но, опять же таки, не всегда шли. Там, да, один важный момент проиграли, один главный раунд. Но в целом были даже позиции, когда Бадди, опорник на Б, показывался на А. Тоже принимал выход своих соперников через мост, например. Это уже говорит о том, что есть, вот, я хочу туда пойти, давай я сделаю там минус, у меня хороший респаун. Этого пока что от команды Маус Порс, ну, мы, в всяком случае, не видим. Но есть все-таки надежда на то, что Оскар включится в своем АВП. Там подсаженный, кстати, на боковом Деннис. Подсвешку Оскар сейчас, нет, все-таки не пошел чекать миддл. Отдается пока эта позиция. Перетяжка от Робса на точку А. Вместе с Крис Джеймом они находятся близ коннектора. Ну, и G2 тоже перетягивается. И они сейчас могут угадать. Ну, G2 тут очень... Ты видишь, что они изображают? Они изображают выход на А, прочекали миддл, прочекали там старт рукава и просто заходят на одного ловела на Б. Все, ловел сейчас будет просто закрыт с двух сторон. Хотя смок спасительный. Да. Смок достаточно серьезная сейчас преграда, но все-таки идет выход от игроков G2. Ловел принимает неплохо, перестраивает все-таки боди. Шокс отвечает вместе с NBK, пока что размен равный, но Робс там просял очень сильно. У него Максим, который не работает на дистанции. Кенниас выпад через плацу. О, там NBK забирает все-таки Кенниса, который вынужден делать одиночку. Но зачем? Опять же, не было поддержки от остальных игроков команды Маус Спортс. И вот только один Робс остается. Один минус у него в этом раунде. Нужно отходить. И самое жесткое то, что он, наверное, не найдет никакого девайса. Он попытается просто на выходе своих оппонентов убить их на доме Б. Туда же он и перетягивается. Да, и Робс... Да, ВП какого-то или там девайса. Ну, тут нет просто решения. Тут или идти обратно вверх-вниз, или все же попытаться убить Кеннис. Опять проблема была на А. Вот, несмотря на то, что вышли на Б, да? Ну, вот Робс, кстати, здесь максимум выжимает в этом раунде, делает два минуса. Проблема была на А. И проблема была такая, что там было два опорника. И Робс, который смотрел коннектор, в какой-то момент ушел тоже на А. И на его место пришел другой опорник с Б. То есть на Б остался только один ловел. И в этот момент, когда G2 вот заняли мидл, да? Прочекали рукав. То есть получили вот эти вот позиции под свой контроль. Команда Моу Спортс пыталась угадать. И пыталась принимать точку А. И вот четыре игрока, ну так по-хорошему, если брать еще и коннектор. Ну, ладно, пускай это будет вот так вот. Ну, похоже вообще на батон я тут нарисовал на карте. Кривой батон. Короче, суть в том, что мы УЗА пытались угадывать. Хотя, опять же, предпосылок к угадыванию не так много было. То есть два игрока находились в рукаве. Был под контролем коннектор вот этот вот в мидле. Ну, то есть не уверенно. Но ничего не меняется. Не уверенно, да. Но ничего не меняется. 3 плюс 2 уже теряет одного из бойцов на точке Б. Крис Джей погибает первым. От рук Бадди Оскар вынужден уже пушить просто мидл. Собирать какую-либо информацию. Дело в том, что G2 Esports мастерски расшатывают сейчас оборону своих соперников. Выход на точку Б. Там неплохая работа. Нет, все-таки ловел не добирает красного соперника Бадди. 3 хп. НБК. Врыв через верх-низ. Но падает. А Деннис Робс работает против двоих. Минус шокс, минус Бадди. Но там дальше Кеннис. Это АВП, которая убивает уже. И дальше идет у нас Кенни. Не залетает фликшот. 14 хп остается против Оскара. У нее тяжело работать. Оскар понимает, что нужно просто пушить своего оппонента. Ну и тем временем АПЕКС просто мчится на точку А. И здесь Кенни должен жить. Должен массу времени выигрывать для своей команды. У него, в принципе, получилось это. И АПЕКС будет уже ставить бомбу. Оскар догадывается о том, что что-то здесь не чисто. Нет выхода. Не было размены. Никто не спасал Кенни С. А возможно, это точка А. Уже точно знает. Я напоминаю, что нет диффузов. Если они у кого-то из тиммейтов ищут на самом деле. Нет, все-таки получают кенцфа о том, что у меня не было. У меня тоже не было. Оскар. Здесь хороший смок. И под него, конечно, АПЕКС может выбирать любую позицию. Ну тут, кстати, непонятно, есть ли смысл вообще шифтить Оскару. Оскару нужно бежать просто на плент. Уже бежать. И пытаться фейковать. Пытаться понять, где его оппонент. Потому что времени просто катастрофически не хватает. Бомба стоит на АПЕКСа. И это легчайший клатч для Дэна Модесклеера. 15-16-10. Конечный итог этой встречи. Проигрывает команда Маус Спортс. G2. Ну, показали уверенность. Показали уверенность и показали хорошую действительную игру на карте Кобблстоун. Да, да. Это именно то, что я хотел сказать о команде G2 и Спортс. Вот интересно, сколько сейчас у них будет очков в рамках ESL Pro League. Посмотрим мы сейчас на таблицу, дорогие друзья. G2 находится на седьмой позиции. То есть еще одна победа. И они даже могут ворваться в топ-6. Буквально они недавно находились на последнем месте. Да. Совсем недавно. Да, мы это отмечали. Они на последнем NIP были тоже где-то рядом. Но при этом ребята смогли собраться. Видишь, вот важные сейчас очки выигрываются против команды Маус Спортс. Маус Спортс на третьем месте. Но расслабляться не стоит. Потому что слишком много команд, которые могут еще их подвинуть. Но сейчас будет другая история, я надеюсь, на карте Денюк. Что все-таки будет заруба, будет масса интересных решений от G2 и от команды Маус Спортс. Друзья, вторая карта Денюк. Не переключайтесь. Ухо, НК, не студия. Рухаб для вас комментирует ESL Pro League 5 сезон. Рухаб для вас комментирует ESL Pro League 5. Продолжение следует...